МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вновь вечер воскресенья и в эфире итоговая программа АПТАМ. Все, чем запомнились уходящие 7 дней, расскажем вам я, Анатолий Хоменко и мои коллеги. Смотрите сегодня в итоговой программе. Главное политическое событие страны. Президент Казахстана обратился к жителям страны и объявил дату предстоящих парламентских выборов. Подвели главные итоги. Акимобласти отчитался перед депутатами. Социально-экономические показатели региона говорят об устойчивом росте всех отраслей. Духовная достопримечательность в Талткургане распахнула. Двери новая, красивая и величественная мечеть. Полная готовность. Алматинская область провела масштабную подготовку ко второй волне коронавируса. Мониторинговые группы проводят масштабные рейды. Богатый урожай, уборочная страда. В Алматинской области подходит к концу. С какими итогами? Смотрите сегодня в программе АПТА. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Казахстана Касымжумар Токаев в минувшую среду обратился к жителям страны и объявил дату предстоящих парламентских выборов. Указом главы государства они назначены на 10 января. 11 января пройдут очередные выборы депутатов мажориса парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Ну вот, свершилось то, о чем так давно говорили аналитики, политологи и эксперты. Президент дал старт электоральной кампании и в своем обращении к казахстанцам призвал всех проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в мажорис парламента и маслихаты. При этом глава государства отметил, что у всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы и совершенствование партийной инфраструктуры. Отметим, что предстоящие парламентские выборы будут необычными. Во-первых, впервые за 16 лет пройдут они не досрочно, а в положенный законодательством срок. Во-вторых, в условиях пандемии коронавируса. А здесь уже свои коррективы. Ну а в-третьих, согласно новым поправкам, выборное законодательство. Как и планировалось, предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки – 10 января 2021 года. У всех политических партий было время на подготовку к участию предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры. Теперь дело за Центральной избирательной комиссией и Генеральной прокуратурой. Они будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов. До начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажориса парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции. Кроме того, они наделяются правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. Руководителям фракции политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат парламента, пленарных заседаниях мажориса парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях. Впервые в казахстанской парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи. И предстоящие выборы в Масляхату пройдут по партийным спискам. Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны. Наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан. Критически важные исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял единство и сплочённость. Уверен, и сейчас наш народ с достоинством примет на себя новую историческую миссию всесторонней модернизации государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-летия независимости, призывая всех граждан нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажелис, парламенте и Масляхаты. Стал известен бюджет предстоящих выборов в Мажелис и Масляхаты. Они обойдутся в 15 миллиардов 300 миллионов тенге. Цифры озвучила член Центральной избирательной комиссии Сайбела Мустафина. Основная доля этих расходов пойдёт на оплату труда 70 тысяч членов 10 тысяч избирательных комиссий. Остальные деньги заложены на изготовление бюллетеней, полиграфической продукции и информационное сопровождение. Для избрания в депутат Мажелиса по территории единого общенационального избирательного округа производится большинством голосов от общего числа членов высшего органа политической партии. Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющиеся членами данной политической партии. Ильман Раймеков, Ринат Утеев. При поддержке телерадиокомплекса президента. История суверенного Казахстана насчитывает пять досрочных парламентских выборов из шести. Поэтому проведение предстоящих парламентских выборов Мажелис, седьмых по счёту, в конституционные сроки, пишут эксперты. Это не только явно что-то новое в казахстанской политической практике, но и определенный показатель стабильности политической системы. Подготовка к ним уже началась. По состоянию на сегодняшний день все зарегистрированные партии и страны намерены принять участие в выборах. Активно к политической кампании приступила и Алматинская область. Амандык Баталов в преддверии важного политического события провел совещание, на котором были поставлены конкретные задачи по качественному и своевременному проведению всех подготовительных мероприятий к предстоящим выборам. Все должно пройти не только строго в рамках закона, открыто, честно и доступно, но и с учетом всех санитарных норм, учитывая пандемию коронавируса, подчеркнул Аким области. Я вас призываю к ответственности. Это серьезные выборы. Чтобы каждый из вас проникся, понял, что это такое. Это серьезная вещь. Ну а пока депутаты дают свою оценку проводимой в Алматинской области работы. На этой неделе подвели итоги социально-экономического развития. Несмотря на кризис, регион на подъеме. Главные результаты работы за прошедшие 9 месяцев озвучил Аким области. Проведя отчетную встречу с депутатским корпусом, как следует из отчета Амандык Баталова, рост наблюдается почти во всех сферах. Каковы задачи на ближайшую перспективу? В материале нашего корреспондента. Несмотря на пандемию коронавируса, 2020 год для Алматинской области стал плодотворным. По итогам 9 месяцев объем промышленного производства вырос на 3,1% и составил 846 миллиардов тенге. Привлечено 437 миллиардов тенге инвестиций. Обрабатывающая промышленность также в плюсе. Обеспечен рост более чем на 4%. По мнению главы региона, большой вклад в это внесли крупные транснациональные компании. Большой вклад внесли крупные проекты транснациональных компаний, таких как Maravine Food, Look Oil. В этом году с их участием запускается комбикормовый завод SSAFIT MILES мощностью 60 тысяч тонн в год. Кроме того, введены в эксплуатацию две птицефабрики общей мощностью 44 тысяч тонн мяса птицы в год. Это Nooros Agro и Otang Green Food. Также до конца года запускается завод Alacem совместно с сингапурской компанией с современным оборудованием, которое будет ежегодно производить 1,2 миллиона тонн цемента. Сельское хозяйство – главный двигатель Алматинской области. На поддержку агрария в этом году выделено 46 миллиардов тенге. Посевная площадь увеличена на 7 тысяч гектаров и достигла почти 970 тысяч. Отдельного внимания заслуживает сахарная свёкла. В этом году было запланировано собрать 500 тысяч тонн сладкого корнеплода и посредством двух заводов получить 50 тысяч тонн сахара. Совместно с инвесторами проводится модернизация существующих двух сахарных заводов Куксуевского и Аксуевского для переработки тростникового сырца, что позволит обеспечить их круглогодичную загрузку и к 2023 году покрыть около 70% потребностей страны в белом сахаре. В восстановлении ирригационных систем выделено 5,1 миллиард тенге, в том числе из местного бюджета 1,5 миллиарда тенге, в рамках дорожной кантрии занятости 3,6 миллиарда тенге. Кроме того, за счёт Исламского банка развития ведётся реконструкция растительных сетей в Искельдинском и Аксульских районах, за счёт республиканского бюджета в 10 районах. Пандемия заметно ударила по малому и среднему бизнесу. Свыше 38 тысяч предпринимателей временно прекратили свою деятельность. В один миг они лишились всего. Но своевременно принятые антикризисные меры помогли стабилизировать ситуацию. 118 тысяч субъектов бизнеса получили налоговые стимулы и 641 субъекту предоставлены отсрочки по кредитам. Профинансировано 158 проектов. Микрокредиты получили 836 человек. По проекту «Баста Бизнес» направлено на обучение 3645 человек, выданы 1659 грантов на развитие новых бизнес-идей. По этому году объём выпущенной продукции, оказанных услуг составил 1,7 триллиона тенге. Доля малого и среднего бизнеса в валом оригинальном продукте увеличился до 34%. Решение проблемы очерёдности – одна из актуальных задач на сегодня. За 9 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 712 тысяч квадратных метров жилья. Это на 7,6% больше аналогичного периода прошлого года. В рамках программы «Нурл-Жер» на строительство жилья выделено почти 40 миллиардов тенге. На всех площадках региона возводится 532 жилых дома, на 1630 квартир. 32 многоэтажки уже сданы в эксплуатацию. В целом, в текущем году по всем направлениям программы жильё приобретут 2843 семи, в том числе 725 многодетных. Из областного бюджета выделено 500 миллионов тенге на жилищные сертификаты. Из них выдано 256 сертификатов на 171,1 миллион тенге. За 9 месяцев по программе 7-20-25 квартиры получили 365 семей. По программе «Бах-Тотбаса» 511 семей. В рамках госпрограмм реализуются 110 проектов о строительстве и капремонту систем водоснабжения, на общую сумму 18 миллиардов тенге. Кроме того, на сегодня голубым топливом обеспечены 144 населённых пункта. Завершаются работы внутриквартирных сетей областного центра по четвёртой очереди. В настоящее время в Талдукургане дозу к природному газу имеют 17 тысяч с половиной абонентов. Начато строительство внутрипоселковых сетей населённых пунктов Балхашского, Харатальского, Куксуйского, Киргулавского и Ескельдинского районов. Всего на газификацию в текущем году направлено 6,2 миллиарда тенге, в том числе из бюджета 4,8 миллиарда тенге. Частные инвестиции – 1,4 миллиарда. К концу года возможность газификации получит ещё в целом 1,1 миллиона жителей или 52,4%. Не менее важный вопрос – трудоустройство граждан. В рамках реализуемых госпрограмм создано 56 тысяч рабочих мест, 30 тысяч из них постоянные. Существенную помощь в этом оказала дорожная карта занятости. В рамках программы реализуется 1051 проект на 105 миллиардов тенге. Наряду с этим ведётся строительство 7 школ, 8 амбулаторий, капремонт, 35 школ, дорог и систем водоснабжения. На бесплатные профтехобразования направлено 1535 человек. Краткосрочные курсы прошли 1263 человек, из которых 710 трудоустроены на постоянные рабочие места. Кроме того, на социальные рабочие места, молодёжные практики и общественные работы трудоустроены свыше 22 тысяч безработных и самозанятых граждан. Из числа социально уязвимых слоев населения 15-6 тысяч семей получили адресную социальную помощь на общую сумму 5,5 миллиарда тенге. Гарантированный социальный пакет выдан 19 тысяч получателей АСП. Заметные изменения в связи с пандемией коронавируса претерпела и система образования. Свыше 350 тысяч участников со школ и колледжей перешли на дистанционное обучение. Почти все 760 школ и регионов подключены к сети интернет. Закуплено 75 тысяч компьютеров на сумму 12,5 миллиардов тенге. 24 тысячи персональных ПК будут розданы школьникам из малообеспеченных семей на временное пользование. Пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом и для системы здравоохранения. Однако в Алматинской области ситуация находится под контролем. За последнюю неделю темп прироста составил всего 0,1%. Помимо уже закупленного современного оборудования ведётся строительство 17 объектов здравоохранения на сумму 13 миллиардов тенге. Для решения жилищного вопроса медработника в текущем году приобретено 127 квартир. До конца года жильём будут обеспечены ещё 64 человека. В следующем году для врачей будет построен 60-квартирный жилой дом. 5362 медработника получили на отбавку на сумму 4,7 миллиардов тенге из местного бюджета. 1123 медработникам выплачены премии на 137 миллиардов тенге. Работа по подготовке ко второй волне пандемии находится на особом контроле. В области построено 178 участковых пунктов, совмещенных с жильём. В целом в регионе проделана огромная работа, отметили депутаты областного Маслихата. Работа Акима Алматинской области Аманды Кабаталова признана удовлетворительной. Один из главных акцентов руководства области сегодня делает на строительство доступного жилья. Именно это в приоритет поставил президент страны Касымжумар Токаев в своём недавнем обращении к народу. Впрочем, программа жилищного строительства в Алматинской области давно опережает среднереспубликанские показатели. Тому ярким примером служат новые микрорайоны в Талдыкургане и уже значительно застроенный коттеджный городок. Уже почти 250 многодетных семей обзавелись новыми домами. Ещё без малого 400 семей вскоре станут его счастливыми новосёлами. Впрочем, не просто уютные дома украсят жилой район, но и все необходимые социальные объекты. А это школа, детский сад, супермаркет и даже собственный парк. И вот главная достопримечательность уже появилась в новом коттеджном городке Талдыкургана. В минувшую пятницу свои двери здесь распахнула новая мечеть. Она поражает не просто своим архитектурным обликом, но и впечатляет размерами. Мусульманский храм одновременно могут посетить около трёх тысяч молящихся. В церемонии открытия началась молитва главного имама области. В торжественной церемонии приняли участие верховные муфти Казахстана. Наурзбай Кажа Таганулы, глава Алматинской области Амандык Баталов и меценат Болат Назарбаев. Поздравление почётных гостей верующих, чтение Корана, традиционное перерезание ленты и первая экскурсия по залу мечети сопровождали историческое и духовное необходимое событие. «Вкрытие мечети – благое дело. Спасибо большое фонду Салих Калоурпак и, в частности, Болату Назарбаеву за такой подарок житцузцам. Место выбрано удачно. Заезжающие из мегаполиса первым девом увидят этот архитектурный шедевр. Я, как строитель, восхищён его красотой». Культовое сооружение отличается оригинальным архитектурным решением и особенным стилем. Оно состоит из двух этажей. Кроме зала для молитвеси, комнаты для персонала предусмотрены свадебные и зрительные залы. Новая мечеть носит название «Таубе», что переводится как «покаяние». Главным имамом назначен Керембек Даутов. «Мне очень понравился город Таудокурган. Такой величественный, красивый. Теперь у этого города есть достойная мечеть. Этот год был тяжёлым. Однако мы должны не переставать верить в Бога, молиться Ему и быть едиными. Только так мы сможем миновать все невзгоды». Бесспорно, мечеть «Таубе» станет не только украшением города, но и центром духовно-нравственного воспитания молодёжи, подчеркнув Верховный Муфти Казахстана. Дополним, открытие нового храма приурочено к 30-летию Духовного управления мусульман Казахстана и юбилею независимости РК. Еще одним счастливым событием сразу для 10 семей Алматинской области ознаменовался визит Верховного Муфтия страны на Урусбая-Тагамулы. Он вручил нуждающимся семьям ключи от заветного жилья. Мечта стала явью благодаря общественному проекту «Ель-Эль-Эль-Эль-Петерге». Проект стал судьбоносным уже для сотни казахстанских семей, и всё благодаря неравнодушным сердцам, которые с Божьей помощью помогают другим. Мечты сбываются. Заветные жилые квадраты получили 10 жителей Аксузского, Сарканского и Панфиловского районов. Всего республиканская акция «Ель-Эль-Эль-Эль-Эль-Эль-Эль-Эль-Эль-Эль-Эль-Эль-Эл, помогла обрести собственную крышу над головой более чем 300 семьям. Проект инициирован Общественным фондом «Зикет» и Духовным управлением мусульман Казахстана. Средства фонда пополняются неравнодушными гражданами, меценатами и спонсорами. Так, совместными усилиями мать двоих детей Аймбопе Токсанова обрела собственную крышу. Спасибо большое. Это один из самых моих лучших дней. И это не единственная помощь, которая нам оказывается. Неравнодушные люди всячески помогают материально. Дай Бог всем здоровья. Также благотворительную помощь получили семьи из других регионов области. По линии республиканской акции Кушпеля-Кирюэн в район отправились караваны с 10 тоннами угля и 11 тоннами продуктов первой необходимости. Мы все должны помогать друг другу. В единстве наша сила. Мы благодаря неравнодушным меценатам и спонсорам и дальше будем помогать нуждающимся. Подарки пополнили необходимый багаж и новой инфекционной больницы Талакургана. Ознакомившись с деятельностью медицинского учреждения, глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурзбай Таганулу вручил новый аппарат ИВЛ из 17 тонометров. Также три медработника удостоились благодарственных писем и ценных подарков за плодоторную работу в период карантина. С момента карантина наша нагрузка увеличилась в разы. Спасибо за оказанное внимание в виде благодарственного письма и подарков. Я работаю 12 лет в сфере медицины и всегда приятно получать награды. Это даёт мотивацию и новые силы, чтобы двигаться вперёд. Желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. В рамках визита в Алматинскую область верховный муфти Казахстана встретился с имамами края ЖТСУ. Необходимо вести активную пропагандистскую работу в СМИ, чтобы не допустить неверного толкования Корана. Единогласно твердят священнослужители. В честь 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана благодарственными письмами были награждены глава Совета ветеранов Алматинской области Ермик Келем Сеид и руководитель управления по делам религии Алматинской области Рахмет Истовлетов. Вы знаете, что молодёжь вообще сейчас, она очень сильно себя позиционирует, начала в последнее время в религии. Мечети у нас в большей части составляет именно молодёжный жамагат, но для этого нужно как раз, чтобы мечети являлись именно тем местом, где они будут понимать именно правильные ценности религии принимать. А то в основном через интернет, социальные сети тоже сейчас идёт деструктивный контент, наполнение всего этого, чтобы оградить их сознание от этого деструктивного контента, как раз здесь и роль мечети, и роль самих имамов. В этом отношении, конечно, роль муфтиата была сегодня обозначена. За годы независимости в Казахстане открылось свыше 3000 мечетей. В храмах каждый желающий получает возможность религиозного обогащения. Однако с развитием цифровых технологий молодёжь получает неправильное религиозное воспитание. Всё больше людей подвержены деструктивным религиозным течениям. Будущее в руках молодёжи. Именно в них надо закладывать духовные ценности и правильное воспитание, основанные на добрых поступках. Подытожил свою речь верховную муфти на встрече с активным молодёжью Край ЖТСУ. Илья Ман Раймеку, Раслан Шенгижа и Доскалиев, телеканал ЖТСУ. Без сомнения, историческим днём стал минувший понедельник и ещё для одной жительницы Алматинской области. Но, как говорится, по труду и награда президент Казахстана Касунжумар Токаев отправил благодарственное письмо отличнику образования страны Валентине Спиридоновой. Представительница благотворительного фонда имени Кемеля Токаева уже на протяжении двух десятков лет вносит неоценимый вклад в получение достойного образования подрастающего поколения Коротальского района. От имени главы государства в торжественной обстановке заслуженному педагогу вручил благодарственное письмо и ценные подарки Акима Алматинской области Аманда Кбаталова. Благотворительный фонд имени известного писателя Кемеля Токаева уже 20 лет оказывает поддержку творчески одарённым ученикам и детям из социально незащищённых семей средней школы имени Кемеля Токаева Коротальского района. Фонд помогает получать достойное образование не только в стенах учреждения, но и далеко за её пределами. За эти годы более 50 выпускников получили образовательные гранты на обучение в лучших вузах страны. Ещё двое за счёт фонда обучаются в престижных университетах зарубежья. Проводимая работа высоко оценена лично Касмжомартом Токаевым, который отправил благодарственное письмо и нагрудный знак «Золотой барс». Выражаю вам благодарность пожеланиями крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших успехов. Касмжомартом Токаевым, президент Республики Казахстан. Для стимулирования образовательного процесса 10 отличников школы ежемесячно получают стипендии из фонда. А детям из малообеспеченных семей покупаются школьные формы и принадлежности. Одним словом, создаются все условия для качественного обучения. Валентина Спиридонова выразила особое признательное за оказанное внимание со стороны главы государства и руководства области, отметив, что и впредь будет неустанно трудиться во благо подрастающего поколения. Эта работа общая, я считаю, что это грамоты, это полностью нашей области. Вам лично огромное спасибо за поддержку, за помощь. Вы всегда с нами, всегда на любую просьбу откликаетесь. Огромное вам спасибо и коллективу школы, спасибо районному, району. Всем огромное спасибо. Это нам всем и за дел, чтобы работали еще лучше, на достигнутом не останавливались. Спасибо. Спасибо огромное. Также в будущем среднюю школу имени Кемеля Тукаева будут расширять. Планируется возвестить дополнительные пристройки и реконструировать существующие. Елеман Раенбеков, Абзол Нисипов, телеканал ЖИЦУ. И далее, пожалуй, к самой животрепещущей теме последних дней. Коронавирус продолжает будоражить весь мир, ставя новые антирекорды и приводя к новым ограничениям. К крайне сложным месяцам пандемии призвал готовиться глава Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что мы находимся в критической точке пандемии COVID-19, особенно в северном полушарии. И это только октябрь, предупреждают специалисты. В Казахстане ситуация под контролем, но и у нас, к сожалению, статистика заболеваемости вновь поползла вверх. Однако в сравнении с другими странами положение в Казахстане остается стабильным, доложил на прошедшем в минувший вторник селекторном совещании правительства министр здравоохранения Алексей Цой. При оптимистичном прогнозе к декабрю количество инфицированных не должно превысить 30 тысяч человек, подчеркнул он. Впрочем, быть к полной готовности к любому исходу ковидного сценария призвал регионный премьер-министр страны Аскар Мамин. 13 миллиардов тенге выделено на борьбу с коронавирусом в Алматинской области. 8 из них направлены на подготовку ко второй волне. О предпринимаемых мерах в борьбе с COVID-19 доложил глава региона Амадык Батала в ходе селекторного совещания правительства. На сегодня в медучреждениях области имеется трехмесячный запас средств индивидуальной защиты и двухмесячный запас лекарств. В соответствии с поручением главы государства дополнительно выделено 800 миллионов тенге и стабилизационный фонд составил 1,3 миллиарда тенге. Заключен договор на закуп 30 наименований лекарственных средств на 500 миллионов тенге с единым дистрибьютором компании Инкар. Из местного бюджета выделено 92 миллиона тенге на закуп противовирусных препаратов для социально уязвимых слоев населения. В настоящее время ведется мониторинг наличия и цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в более чем 1200 аптеках области. Дефицита лекарств и медсредств не наблюдаются, заключил Амандык Баталов. Приобретены три компьютерных томографа, 18 рентгентоаппаратов, это дополнительно к существующим, 150 ИВЛов и другое медоборудование. Кроме того, за счет спонсорской помощи получен 31 ИВЛ, 510 кислородных концентраторов, 22 санитарных автомобиля и 208 тысяч средств индивидуальной защиты. Кроме того, мы в этом году закупили 180 машин скорой помощи и 12 передвижных медицинских комплексов. Количество бригад скорой помощи увеличено со 165 до 205. Но не обошлось на заседании правительства и без критики глава Кабмина выделил слабую работу мониторинговых групп. Им сегодня особый карт-бланш, ведь от их слаженной, своевременной и качественной работы зависит не только работа субъектов бизнеса, но и наше с вами здоровье. К соблюдению санитарных норм сегодня особое внимание и оснований для этого немало. Люди во многом расслабились, показал очередной рейд мониторинговой группы. Что сейчас грозит за несоблюдение обязательных предписаний главного санитарного врача страны, узнали мои коллеги. Несмотря на запрет главного государственного врача о проведении массовых мероприятий, в этом ресторане проходят шумные застолья. В гости к нерадивым организаторам наведались представители власти, но их не впустили. В следующей точке общепита областного центра около 40 человек, нарушая всевозможные санитарные нормы, проводят той. До нарушения закона администрацию ресторана ждет штраф. Этот праздник они запомнят надолго. Аналогичная ситуация в ресторане по соседству. Организаторы торжества не позаботились о социальном дистанцировании нескольких десятков посетителей в период карантина. Мониторинговая группа отметила, что часть персонала пренебрегает медицинскими масками и перчатками. За грубое нарушение правил администратору придется заплатить штраф. Причем немалый. 4 миллиона тенге. Здесь у нас идет вторая волна. Если вот такие мероприятия будут проводиться везде, то мы не справимся. Мы не спасем вашей жизни, если вы друг друга заразите. Все. Мероприятие завершено. Прошу всех разойтись. Как итог, почти во всех проверенных увеселительных заведениях не соблюдается карантин. Администраторов ресторанов и организаторов ждет многомиллионный штраф. Подобные рейды будут проводиться ежедневно. Подытожили представители власти. Их труд неоценим. Их профессия незаменима. В это воскресенье люди, пожалуй, одной из самых сложных, душевно затратных и добрых профессий отмечают свой праздник. Сегодня в Казахстане день социального работника. Это не просто люди с добрым сердцем. Это люди, которые не жалея себя, отдают себя другим. Проблемы чужих людей становятся их проблемами, которым они дарят не просто заботу, а порой единственную надежду на счастливую жизнь. Именно таких самоотверженных работников социальной сферы наградили в преддверии их профессионального праздника. Почетные грамоты и благодарственные письма от имени Акима области вручил лучшим заместителя Акима области Батыржан Байжуманов. В настоящее время в области неустанно трудятся более трех тысяч работников социальной сферы. Эти люди первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Именно они работают с малообеспеченными гражданами, людьми с особыми потребностями и пенсионерами. Так, три руководителя центров были награждены юбилейной медалью 25 лет Конституции Казахстана. Кроме того, подвели итоги конкурса, по результатам которого выявлены победители в трех номинациях. Лучшая трудовая династия, лучший наставник работающей молодежи, лучший молодой работник производства. Очень большая сфера. Это социальные работники. У нас в области более трех тысяч человек трудятся в социальной сфере. Это работники психоневрологических диспансеров, это работники домов престарелых, дом ребенка. Все, что касается социальной ответственности государства. Поздравляю с профессиональным праздником в социальную сферу. Мы пожелали успехов, удачи. Это большой труд. Это надо иметь очень большое сердце, чтобы продолжать свою работу, чтобы ежедневно сталкиваться с трудными жизненными ситуациями людей. Вы смотрите итоговую программу АПТА. Мы продолжаем. Спорт в массы. Первый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери жителям села Карасас в Раимбекском районе. Теперь у сельчан из числа взрослого населения появилась возможность разнообразить свой досуг, а у подрастающего поколения стать новыми чемпионами. Проявив единство средства на строительство объекта, местное население собирало общими усилиями. Как это было, узнали мои коллеги. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Карасас расположился на территории 500 квадратных метров. Здесь созданы оптимальные условия для качественного занятия спортом. Теперь местные жители могут провести качественный спортивный досуг, занимаясь волейболом, баскетболом, настольным теннисом, а также такими единоборствами, как вольная борьба, дзюдо и бокс. Кроме того, здание оснащено тренажерами для укрепления общей физической формы. Здесь всё для народа. Надеюсь, в стенах этого комплекса вырастет немало чемпионов, которые будут блицать на мировой арене. Для этого есть все предпосылки. У наших детей есть желание заниматься спортом. Теперь им создали возможности. Открытию долгожданного физкультурного объекта поспособствовал Карасаский общественный фонд «Аманат». На объект потрачено 37 миллионов тенге из фонда, который пополнялся местными жителями. Это первый физкультурно-оздоровительный комплекс в нашем селе. Будем стараться постоянно заниматься спортом, не пропускать тренировки. По душе занятия здесь может найти каждый. Сейчас в Раймбекском районе при поддержке руководства области строится целый ряд физкультурно-оздоровительных комплексов. В следующем году планируется открытие подобных объектов в селах Сумбе и Кызл-Шикара. Долгожданного открытия новых объектов вскоре ждут и в Жамбылском районе. Там ведутся ремонтные работы сразу на 60 социально важных объектах. Асфальтированная дорога придет даже в отдаленные аулы. А в 12 из 24 сельских округов района уже есть доступ к голубому топливу. О том, как преобразится Жамбылский район до конца года, смотрите в следующем сюжете. Сегодня Жамбылский район – это динамично развивающийся регион. Только за последние 9 месяцев в сфере сельского хозяйства произведено продукции на 60 миллиардов 671 миллион тенге. Новые возможности для роста экономики даст строительство тепличного комплекса в Шолокаргалинском сельском округе. Также в этом году проводится большая ремонтная работа на трассах областного и местного значения. Дороги отремонтируют в селе Кайназар, Узнагаш и Жанакрлос. Кроме того, завершилась реконструкция трассы Харакастек-Сураншабатыр протяженностью более 6 километров. По государственной программе «Дорожная карта занятости» на ремонт 4 автодорог в этом году было выделено порядка 1 миллиарда тенге и нанято на работу 246 человек. На реконструкцию трассы Харакастек-Сураншабатыр было выделено 525 миллионов. Это значительно облегчит передвижение между селами. Глава района показал журналистам строящиеся и ремонтируемые объекты в районе. Например, к концу года в селе Сураншабатыр двери откроют здание Дома культуры и детского сада. А в средней школе села Касымбек появится актовый зал, новая столовая и спортивный зал. Всего по программе «Дорожная карта занятости» ведётся строительство и ремонт 60 социально важных объектов. Задействовано более тысячи человек, а по завершению программы будет открыто 250 постоянных рабочих мест. Также Багдад Алиев высказался по поводу газификации. Местные жители 12 сельских округов ещё не получили доступ к долгожданному голубому топливу. В районе насчитывается 24 сельских округа. Из них 12 полностью газифицированы. Наша цель – провести природные газы в оставшиеся округа. Это непростая задача, так как в районе проживают более 30 тысяч человек-потребителей. Но мы активно работаем над этим. «Пять сёл мы уже провели газопровод. Осталось решить некоторые нюансы и будем проводить газ. Для более отдалённых населённых пунктов уже готовится проект по газификации». Для более качественной работы государственных органов в селе Узнагаш открыли сервисный акимат. Теперь жители райцентра села Жанакролос и Интымак в режиме реального времени смогут получить ответы и рекомендации на свои обращения. Всего в области с прошлого года открыто 14 сервисных акиматов в городах и сельских округах. На данной площадке будут оказывать более 40 различных государственных услуг. Уборочная страда подходит к концу. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, урожай в этом году оказался неплохой. Свою роль должно было сыграть и засушливое лето, но на убытки крестьяне в этом году не жалуются. 30 тысяч гектаров земли задействовано в этом году в Толгарском районе под сельхозугодие. И каждый акр земли принес свои плоды. Валовый сбор и средняя урожайность выше прошлогодних показателей. То Байсерке Агро – многопрофильное хозяйство. Здесь занимаются племенным животноводством, земледелием, растеневодством, а также переработкой мяса и молока. Для получения качественного и высокого урожая сельхозкультур Холдинг тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами. Такой симбиоз науки и производства уже дает весомые результаты. Например, здешняя кукуруза дает урожай в 120-140 центнеров с гектара, а соя – от 32 до 49 центнеров. Стоит отметить, что в прошлом году средняя урожайность сои по стране составляла свыше 19,5 центнера с гектара. Высоко оценил работу Байсерке Агро депутат Сената Парламента Республики Казахстана Талматинской области Султан Дюсимбинов. Сегодня мы познакомились с работой агрохолдинга Байсерке Агро. Увидели, как применение инновационных технологий может помочь агропромышленной сфере. Только с пшеницей урожайность здесь составляет 45-50 центнеров с гектара. Это высокий результат. Опыт, который здесь собран, внесет огромный вклад в развитие аграрной науки страны. На балансе ТОО Байсерке Агро 3600 гектаров пассивных полей. На 500 уже применяется система капельного орошения. На опытных полях работают ученые Казахстанского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства. Как отмечают специалисты, их главной задачей остается довести пассивы отечественными семенами до 50%. Пока эта цифра составляет 30%. Так как наша страна ежегодно закупает семена более 600-700 миллионов тенгей ежегодно зарубежных партнеров, мы сейчас как бы хотим конкурировать с зарубежными партнерами по подработке семян. Значит, так как у нас имеются свои гибриды, мы в своем цеху проводим такие технологические операции, как просравливание, инкрустирование, дрожжирование, капсулирование. Семена, которые завозятся, я не думаю, что они сделаны классическим методом. Все-таки там присутствует ген ГМО, вот присутствует, поэтому это для Казахстана не представляет интерес в дальнейшем. И потом, знаете, есть большой риск завоза карантинных объектов, таких как вредители. Очень много же, например, бактериальный ожог. У нас в Казахстане никогда такого не было. Значит, завезли. Глава агрохолдинга Тимирхандус Мухамбетов также поведала об успехах в животноводстве. Здесь тоже нашлось чем гордиться. Новая технология выращивания телят позволяет достичь живой массы животного в 380-400 килограммов уже в возрасте 16 месяцев. На сегодняшний день на ферме содержится более 600 коров. Роботизированный доильный зал работает 24 часа в сутки, а коровы сами решают, когда их можно доить. В специальном загоне робот производит автоматическую очистку аппаратуры и коровьего выменем. Подает корм и собирает молоко. При таком современном подходе одна корова может принести 32 литра молока за сутки. А совсем скоро будут построены еще два коровника на 800 голов, отметил глава агропромышленного комплекса. Аделья Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал Джитсу. И далее к ноу-хау в сфере отечественного растеневодства. Казахстан стал первой страной из числа стран бывшего СНГ, вырастившего грецкий орех с пробирки. Максимально приспособленные к более суровым климатическим условиям сеинц смогли вырастить в дендрологическом парке Янбекши-Казахского района Алматинской области. На реализацию проекта ушло три года. Сейчас уже создан коллекционный сад. В этом убедились мои коллеги. В лаборатории дендрологического парка происходит все самое интересное. Здесь в маленьких сосудах можно увидеть разные виды растений. Больше всего привлекают внимание будущие ореховые деревья. Над этими крохотными растениями ученые работают вот уже три года. Они методом микроклонального размножения пробирки получают генетически идентичных, исходному экземпляру растения. В основе метода лежит уникальная способность давать начало целому растительному организму. По словам научного сотрудника Татьяны Яушевой, самым большим достижением стало получение корней собственных ореховых саженцев. Достичь поставленной цели было делом не из легких. Самый сложный, конечно, процесс – это введение в культуру. Нужно получить асептический материал, то есть стерильный. Это самое-самое сложное именно в размножении микроклональным грецкого ореха. Но вот нам как бы удалось это все. Теперь мы размножаем несколько сортов. Это, во-первых, ляо-хэ. Это китайский сорт низкорослый. Он плодоносит на второй год после посадки. Еще у нас есть местный сорт, идеал. Асептическая форма – тоже такой неплохой крупный орех. Еще мы размножаем формы, которые уже собирали сами по нашему району и по Казахстану. Ну а дальше происходит размножение уже в теплице. В этой работе применяются традиционные способы. Главное – были отобраны самые лучшие формы грецкого ореха. А для этого учеными в первую очередь проведены экспедиционные обследования в Алматинской и Туркестанской областях, позволившие выявить перспективные и высокоадаптивные местные формы с хорошим качеством плодов, сообщает профессор Сергей Олейченко. Это саженцы закрытой корневой системы. Мы их реализуем фермерам. Уже как бы очередь стоит даже на их реализации. Вот мы их реализуем. А посадка закрытой корневой системы позволяет избежать послепосадочного стресса и обеспечить стопроцентную приживаемость. Этот проект, финансированный Министерством образования и науки, позволил сделать полезное для республики. На территории дендрологического парка сейчас уже имеется маточно-коллекционный сад. Каждая деревца здесь растёт под пристальным вниманием учёных. Результатом они довольны. Высота растения чуть больше метра. Новые формы выглядят достаточно уверенно. Деревья адаптировались к новым климатическим условиям. Задача выполнена. Теперь же будет легче делиться Рустам Исмаилов, который, как и его коллеги, болеет душой и сердцем за каждое ореховое дерево. Зиму 2019-2020 они перенесли хорошо и дали такой хороший прирост в пределах одного метра. До этого мы просто выращивали саженцы грецкого ореха. Просто не сортовые, а обычный грецкий орех местный сеяли, выращивали и продавали. Но в результате вот этого проекта теперь будем переходить на сортовой посадочный материал грецкого ореха. Кропотливая работа финансировалась государством. Средств на выявление и дальнейшее размножение новой формы грецких орехов было достаточно, говорят участники проекта. 20 миллионов тенге в год были эффективно использованы. Результат – в ЖТСУ будут свои высокопродуктивные ореховые деревья и даже сады. Гульназ Мустафа, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Приятно удивили на этой неделе и артисты областного драматического театра. Они взялись за уникальную постановку и не прогадали. Премьера нового спектакля прошла на ура. Жаль, что из-за пандемии зал не смог принять всех желающих, но успех спектакля был неоспорим. В центре, внимание, историческая драма, рассказывающая о выдающемся мыслителе, ученом и философе Абу-Насыре Аль-Фараби. Такой постановки, уверяют ценители театрального искусства, еще не было в Казахстане. Одними из первых ее увидеть и насладиться мастерством артистов смогли мои коллеги. Здесь, на сцене драмтеатра имени Бекен Римовой, состоялась премьера спектакля. Она посвящена юбилею выдающегося ученого и философа Абу-Насыра Аль-Фараби. Примечательно, что актеры, сыгравшие главные роли, – лауреаты молодежной премии «Серпер». Присуждают ее талантливой молодежи в самых разных номинациях – от науки до изобразительного искусства. Актер, сыгравший самого Абу-Насыра, посвятил театральному искусству большую часть своей жизни. По словам Серика Нурхалыка, оживить образ своего героя на сцене удалось не сразу. Понять мысли такой многогранной личности, а еще важнее – передать их смысл зрителям доступным и простым языком – дело шестимесячной подготовки и многократных репетиций. Трактаты философа Абу-Насыра Аль-Фараби понять с первого раза очень трудно. Это требует времени и усилий. На всю нашу театральную группу была возложена большая ответственность. Надеюсь, мы с задачей справились, и зрители оценят постановку по достоинству. Для меня представлять на сцене такого великого человека, стать частью исторической роли – большая честь. Коллектив театра Бикин-Римова Алматинской области – это первый театр, который взялся за такую серьезную тему и поддержали меня тоже. Благодарю и актерский коллектив, конечно, которые меня поняли. И совместными усилиями – это коллективный, конечно, искусство театра – совместными усилиями. Я думаю, что мы как-то это все попытались навести до зрителя. За основу постановки взяты ключевые моменты из жизни ученого – юность Абу Насыра, открывшего для себя философский мир под трактатом древнегреческих мыслителей – Аристотеля и Платона. С тех времен мальчик посвящает себя науке и получает образование в Центрах притяжения культуры и науки Бухаре и Багдаде. Уже тогда у героя появляются серьезные жизненные препятствия, с которыми он справляется с помощью лучшего друга. Драма повествует также о первой любви Аль-Фараби и горечи расставания с возлюбленной. Пьеса о легендарной личности была написана еще в 2015 году под названием «Голама Хумыр», что в переводе означает «Жизнь ученого». Автором ее выступил заслуженный деятель РК Жолтай Жумат Альмашула. Уже тогда постановка получила признание зрителей и Министерства культуры Казахстана. Однако вывести пьесу на сцену республиканских театров так и не удалось. А потому ее возрождение на арене областного драматического театра спустя пять лет – событие долгожданное и историческое. Кое-где я искал материалы, и на казахском, и на русском, и иногда на арабском. Мне помогли, и на английском были. Мне помогли переводчики мои, помощники. Попросили, чтобы я свою песню им представил. Один из первых – это был в Докурганском театре именно в Бекингрене. Премьера постановки вызвала восхищение и восторженные аплодисменты зрителей. Отклик в сердце спектакль вызвал и у востоковеда по образованию, куратора культурного направления в Алматинской области Рустама Али. «Все, начиная с игры актеров до реквизитов театра, точно повторяло события и образы того времени», – сказал в своем финальном выступлении Рустам Али. «Все, что было показано вами здесь, напоминает мне об арабских халифатах, их культуре и традициях. Постановка поистине была продумана до мелочей. Большое спасибо всему театральному коллективу. Творческих вам успехов». Ну, именно так сложилась новостная картина этой недели. Встретимся на следующей в это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова